доброго времени суток друзья приветствую всех на канале razon game сегодня у нас будет новый обзор проекта который открылся совсем недавно называется этот проект siberian life что можно в общем то перевести как сибирская жизнь и построен этот проект на базе арма 3 rp ну и буду откровенным меня этот проект зацепил в первую очередь конечно же своим названием я уже как-то говорил своих обзоров что нисколько я не ходил по разным проектам я никогда не встречал какой-то направленности на российскую тематику постсоветскую тематику в общем то несмотря на то что основная масса игроков это конечно же жители россии украины белоруссии казахстана в общем то такое вот постсоветское пространство или страны снг как еще и называют но ничего похожего я ни разу не встречал давайте вот вместе со мной сойдем и посмотрим кликбейт на это название этого проекта или действительно есть какая-то атмосфера на российской или постсоветской или снг жизни ну и вот уже традиционно нас встречает карта и меню входа в игру то есть выбор города или точки отключения уже по карте вижу что это одна из последних сборочек я ее уже видел на нескольких проектах но здесь уже точно также можно заметить что немножко перелопачена эта сборочка я сейчас не помню просто вот как всегда как только садишься озвучивать так вылетает из головы название я забыл название этой сборки как она называется но это не юнионская сборка ну и в общем то ладно с этим названием потом если вспомню вставлю выбрал я как видите точку появления ковала и вот мы появляемся видимо где-то недалеко от центра но пока ничего российского я не вижу ну наверное не будем судить по первым минутам появления давайте пройдем куда-нибудь в центр ковалы и посмотрим пока я вижу что магазины и в общем то такие значимые точки разбросаны по всей ковали как видите они не сосредоточены в центре следующее же что бросается в глаза это измененные текстуры карты то есть карта стоит такая я бы сказал нестандартная ну а вот и российская тематика пожалуйста мы подходим к центру ковалы и здесь уже пошли такие более советские здания ну давайте посмотрим на центр ковалы как же здесь изменено опять справа мы видим такие российско-советские старенькие домишки стоят центр ковалы я бы сказал так конкретно перелопачен ну и вот опять советская архитектура пошла кстати очень прикольно выглядит на такой двухэтажный видимо многоквартирный домик сушится белье выглядит прикольно единственное что эти старые советские постройки очень сильно выбиваются на фоне алтийской архитектуры как бы можно сказать что они как бы ну не к месту что ли в общем-то и надо наверное больше разбавлять вот этой вот постсоветской архитектурой так как смесь тонуанской малдынской алтийской и советской архитектуры в результате дает вот такой вот в общем-то винегрет я бы сказал хотя вот эти вот построечки выглядят антуражно здорово если это сибирская жизнь то они здесь как бы к месту но автору на мой взгляд нужно остановиться на чем-то одном либо выдерживать карту в стиле советской российской такой антуражности вот как вот эти вот домики либо ну наверное от них отказаться потому что действительно вот такой вот старый развалившийся домик рядом с греческой постройкой выглядит ну не очень антуражно но это первые впечатления а мы еще только-только зашли на карту и в общем-то ничего не видели ну давайте начнем вот с этого магазинчика а это у нас продуктовый магазинчик и мы как раз тут сейчас сразу же и прикупим каких-то продуктов себе для дальнейшего существования но как это выглядит вы сейчас видите ну подолгу в одном магазине задерживаться не будем там смотреть в общем-то не на что и можно опять заметить то что не только текстуры карты заменены но отсутствует также и тропические виды растений такие например как пальмы кипарисы и я думаю что это сделано неспроста все-таки автор попытался приблизить визуальную составляющую карты ближе к российским реалиям но к самой карте мы чуть чуть позже вернемся она действительно интересная там есть на что посмотреть ну а пока проследуем дальше и вот перед нами скульптурное изваяние минина и пожарского предводителя народного ополчения 1612 года данный памятник стоит на в москве на красной площади ну и надо сказать что данный монумент на просторах армы я встречаю наверное впервые ну а здесь он наверное несет некую отсылку к тому что все-таки проект направлен на российскую тематику ну и вот сейчас наверное можно вернуться обратно к карте и посмотреть почему же здесь стоит нестандартная карта и какие изменения каким изменением вернее она на подверглась а изменения как видите в ней есть и помимо иконок которые здесь на самом деле достаточно симпатичным есть еще и изменения в самой карте если вы заметите то она слишком зеленая это вот по той причине что я уже озвучил отсюда убраны все тропические растения пальмы кипарисы и тому подобное и заменены более такой европейской наверное природой еще здесь есть сейчас я это вам покажу озера и реки ну реки конечно громко сказано но как минимум одна река здесь точно есть чего конечно же нету на стандартной алтийской карте но и вот сейчас вы можете видеть как я рисую как раз течение этой реки как протекает река по этой карте также по течению реки есть два озера под города матира который вы сейчас видите вот оно это большое озеро оно большое глубокое и очень красивое ну и второе чуть выше но там даже не озеро а я бы так сказал затопленная местность но тем не менее выглядит очень симпатично и я вам чуть позже это покажу естественно на стандартной карте такого нету также на этой карте есть измененные города но пока город изменен только по названию добавлено российское название добавлена деревня тоже добавлена российская деревня которую мы тоже чуть позже коснемся ну а в целом как выглядит карта вы сейчас видите в дальнейшем если получится купить вертолетик мы еще и полетаем над ней ну а пока давайте проследуем дальше посмотрим что еще есть интересная в городе а по пути к следующему магазинчику где встретилась опять элемент советской архитектуры и посмотрите кстати вот это здание но причем вот именно это здание сильно не выбивается но все равно хотелось бы видеть либо вот такие вот постройки либо в общем-то одного стиля например греческого но я бы на месте автора все-таки поменял бы архитектуру вот на такой вот постсоветскую хотя я прекрасно понимаю что сделать это ну совсем нелегко ну а мы дошли до магазина лицензий находится он вот в таком вот зданице и вот тут вот надо открыть кабинетик и вот пожалуйста перед нами продавец лицензий и вот так вот антуражника на самом деле выполнен этот магазинчик ну давайте возьмем каких-нибудь лицензий и проследуем дальше ну а сами лицензии их цены вы сейчас видите я специально немножко увеличил экран потому что табличка все-таки немножко маловато мне показалось поэтому я сделал вот такое приближение ну вот такие вот цены и вот такие вот лицензии в общем-то ничего такого единственное что здесь еще мне удивило лицензия заправщика но к этому мы вернемся чуть чуть попозже а пока проследуем магазин легкового транспорта ну или автосалон кстати порадовало название он так и называется автосалон а вот к месту его размещения у меня есть небольшие претензии все-таки но некрасиво он здесь расположен среди каких-то развалин я бы так даже это назвал ну а действительно вот русская надпись автосалон действительно порадовала ну прикольно выглядит не помню чтобы я видел прямо что было написано по-русски автосалон ну давайте смотреть что в нем представлено а представлено здесь ну я бы сказал большое количество автотранспорта потому как это не единственный магазин магазинов на этом проекте очень много они разбиты все на разные категории внедорожники легковой транспорт грузовой там даже увидите будут и сельхозтехника продаваться ну в общем все по порядку мы посмотрим ну а в этом магазине представлены вот такие вот машинки единственное что я всегда говорю своих обзорах мне не нравится система вот этого авто прокручиванием автомобилей она всегда очень лагучая и она зависит от дневного света то есть если мы сейчас смотрим в дневных лучах это еще более-менее как-то можно рассмотреть но если мы сейчас перейдем в другой магазин и наступит ночь то видно будет все очень и очень хреново в общем когда автосалон располагается в ангаре мы при статичном освещении это гораздо интереснее и в том случае когда автосалон находится в ангаре там можно крутить машину так как ты хочешь ее можно приближать или удалять здесь же этого ничего сделать нельзя ну автотранспорт вы сейчас видите машинки отечественные есть и много машинок отечественных и мне очень понравились две это семерочка и вот этот вот запорожец запорожец скажу сразу не стандартный не такой как на обычно на проектах в котором внутри ничего не прорисовано этот запорожец очень красивый и интересный но на данный момент я купил семерку вот таким вот образом выглядит эта моделька моделька очень красивая очень детально проработанная симпатичная очень придраться к совершенно не к чему и еще к тому же она и внутри сделана очень и очень симпатично ну сейчас вы это все сами видите детализация на уровне как видите есть все и дырочки в потолке и прорисовка материала очень очень красивая машинка единственный минус который я могу здесь отметить это то что руки закручиваются в узел когда крутишь руль вправо или влево не очень симпатично это сделано и я вообще не знаю для чего модмейкеры которые делают модели машины вот ставят такой большой оборот руля ведь сама армурская механика не позволяет крутить руль вот такое большое количество раз поэтому ну зачем надо ограничивать столько сколько дает сама игра управляется машина тоже очень хорошо я был доволен на одном из проектов наша отечественной машинкой девяткой по моему восьмерка я показывал двух обзорах она мне очень нравилось так вот эта машинка даже я бы сказал превосходит наверное эту девяточку потому что очень несмотря на то что руль конечно дерганный неприятный но машинка и отстреливает быстро и управляется хорошо в общем ну мне она очень понравилась хотелось бы еще покататься порассказывать вам как она управляется как она хорошо держит дорогу но к сожалению времени умолимо поэтому на этой машине я добрался до магазина грузовиков и сейчас посмотрим какие грузовики представлены на этом проекте и что здесь можно вообще на первых порах себе купить сам же магазин как вы можете увидеть расположен на достаточно нестандартном месте ну а здание в общем то наоборот стандартный но есть некое украшение декоративное там колесики всякие баночки разложены вот ну а автотранспорт как всегда начинается с отечественного и тут я бы сказал еще один плюс этому проекту что поддерживается тематика как и в архитектуре так и в автопроме то есть сибирская жизнь значит советской и российской архитектуры ну и соответственно и автотранспорт тоже наш отечественный но не только наш отечественный транспорт здесь представлен здесь есть и иномарки они представлены в конце есть и уникальные машинки ну я бы так сказать относительно уникальные сейчас вы их увидите ну а те что стандартные машины как вы могли сейчас заметить они тоже представлены в разных цветах но здесь еще одна из фишка вот мы сейчас только что видели это хент который стоит я бы сказал какую-то муку стоит он потому что это начальная работа который мы сейчас вернемся он дешевый и на нем сразу же можно начать работать дальнобойщиком то есть здесь кругозор первоначальных работ немножко расширена за счет вот этого и добавленных еще работу когда мы этим будем заниматься мы этого коснемся и еще коснемся лицензии заправщиков про которую я вам недавно говорил ну а весь остальной транспорт и их характеристики вы сейчас видите в общем то такого уж особо уникального я тут ничего не встретил кроме вот вот этих вот ветерановских по-моему моделек модельки очень хорошо прорисованы но та же самая беда с закруткой руля ну а вот пошли и уже более-менее уникальные машинки таких я что-то не могу припомнить чтобы я видел дальше идут у уралы после них идут кразы и вот опять идут интересные модельки газельки но правда они но не очень дешевые я бы так сказал и вот как раз то что я говорил про магазин да видите я приехал вечернее время и на освещение к сожалению но оставляет желать лучшего сделать я с этим ничего не могу не могу не приблизить не остановить эту модельку поэтому те говорю что я не люблю когда уставил ставится такой вот мод с авто вращением и он почему-то всегда лагучий в основном машинки начинают подлагивать поэтому мне больше нравится когда магазин размещен в ангаре там хотя бы можно самому крутить самому увеличивать ну вот такие вот машинки как видите вот в конце мы идут еще и иномарочки но и вот эти вот газельки газельку к сожалению не смогу купить не хватит денежков ну в общем вот такой вот магазинный такой вот автотранспорт на этом проекте а я же для того чтобы показать вам купил не только семерочку а еще и вот этот запорожец вообще надо сказать что изначальный транспорт первоначальный транспорт здесь очень доступны почему так сделано а потому что здесь есть начальные работы связанные с автотранспортом так например доставка почты здесь осуществляется на своей машине поэтому машинки абсолютно дешевые начальные машинки они дешевые семерочка запорожец они доступны сразу с самого начала вы можете купить и заниматься например доставкой почты ну а я же на этом запорожеце поехал в ближайший плодово-овощной сад ну это был яблочный сад и я сюда приехал приехал для чего чтобы посмотреть какая скорость сбора здесь прописана и посмотрите какая здесь скорость прописана в общем то вот такая у меня получается тавтология но не моментально конечно подбирает но скорость ну очень большая и это при том что у меня нет никакой не випки ничего это стоковое состояние сбора ресурсов и вот пожалуйста я сейчас включаю планшет как вы можете убедиться никакой випки у меня нету эта скорость здесь заложена с самого начала то есть заморачиваться особо на сборах вам не придется ну и да конечно автоматизации здесь нету все придется проходить подбирать но тем не менее это все компенсируется скоростью сбора ресурсов поэтому вот так ну а далее я предлагаю проехать на следующую работу и вот та самая работа про которую я говорил видите вот этот хенд он стоит здесь очень дешево и стоит он здесь очень дешево по той простой причине что это и здесь на этом проекте является и первоначальной работой когда вы заходите на этот проект вам дают подъемных 50 тысяч ну а хенд стоит 22 вот пожалуйста то есть вы сразу же можете пойти купить категорию c купить эту машину и заниматься дальнобоем поездки стоят здесь точки доставки немножко изменены поездки здесь стоят 25 тысяч и 50 тысяч ну и соответственно 25 это короткая поездка 50 тысяч это дальняя поездка вы можете ездить от одной точки до другой то есть в один конец приехали получили 50 тысяч вернулись обратно получили еще 50 тысяч ну и вот в общем то такая вот экономика изначально заложена на этом проекте ну а вот сейчас на вашем экране как раз то что я только что озвучил что точки здесь изменены ну и посмотрите я бы сказал что она изменена не только территориально а еще и визуально до неузнаваемости вот так выглядит погрузочная точка на этом проекте по моему очень красиво и антуражно здесь выбираем как видите две точки предлагается нам пиргас и молос ну я выберу молос он на самая дальняя точка это для того чтобы нам прокатиться по всей карте и посмотреть какие-то достопримечательности а посмотреть на этой карте действительно есть на что ну в общем то сейчас мы все это и увидим первым нам конечно же встречается резиденция губернатора я бы сказал такое достаточно скромненькое здание он занимает но зато очень красивая стоит вышка здоровенная взлетно-посадочное пятно тоже интересное следующее же здание стоит это вот как раз почтовая служба вот так она выглядит здесь опять же таки радует русские названия здесь они встречаются достаточно часто как вы можете заметить было бы здорово если еще здесь свисел логотип почты россии ну и вот так тоже принципе выглядит неплохо ну и третья начальная работа которую я вам к сожалению показать не смогу просто потому что ну нету ни времени ни сил ни возможностей а это та самая моя работа заправщика помните я говорил что у меня удивила лицензия заправщика так вот здесь можно с самого начала купить себе самую дешевую цистерну и не ездя не покупая лицензию на переработку или добычу нефти ехать на нефтесклад там приобретать топливо и продавать его естественно уже по другой цене на заправках на заправках на этих проектах топливо кончается его надо развозить вот этим можно самого начала и заниматься правда надо тут уточнить что для того чтобы заниматься заправкой заправочных станций нужно иметь какую-то денежку при себе потому что топливо которое вы будете покупать и продавать будет за ваш счет то есть вы взяли например там 100 тысяч на 100 тысяч купили топлива развезли его получили прибыль 150 тысяч ну и вот такая вот круговая порука ну а это вот то что я называю памятник монохронизма здесь к счастью нету шлагбаумов но здесь другой другое решение как видите пол забора перегораживает дорогу я всегда говорю что я ненавижу вот эти вот сооружения они заставляют меня вытворять вот такие вот чудеса которые на самом деле очень быстро надоедают но она здесь есть и я так думаю что это конструкция досталась вместе с картой карта была перезалито и вот такая вот штуковина очень здесь стоит и вот обратите внимание как здесь выполнена точка продажи меди это я бы сказал целый завод по закупке меди обалденно сделал на . вы ее должны узнавать она всегда стоит возле этого полицейского управления вот так она выглядит здесь ну а обычно по стандарту там стоит маленький сарайчик и рядом с ним вывеска но здесь же автор его постарался и сделал вот такую вот я бы сказал целую композицию промышленную он прикольно прикольно следующим уже на подъезде к аэропорту нам встречается такой я бы даже это назвал медицинский комплекс данное здание показывал неоднократно симпатичная удобная красивая зданица но задерживаться на нем не будем после медицинского комплекса уже подъезжая к аэропорту встречается еще один блокпост или полицейское управление вот с таким уже заезженным зданием но зато с российской символикой и это же является поворотом в сам аэропорт в общем-то достаточно нестандартное месторасположение для полицейского участка ну а в самом аэропорту в здании просто россыпь тут не только магазины здесь и кафешки и рестораны и все 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 что вам может вообще пригодиться но из всего этого разнообразия среди магазинов универсамов магазинов одежды кафешек дискотек я наверное остановлюсь всего на двух объектах это естественно магазин автомобилями ну и следующий магазин здорового питания вот на эти два объекта мы с вами посмотрим ну а вот те самые машинки которые здесь представлено я в самом начале говорил что машин на этом проекте очень много просто они разбросаны по всей карте по разным категориям там были представлены начальный транспорт здесь уже более дорогой то есть такой элитный транспорт ну и как всегда это стоит все на автовращении сейчас уже темнеет поэтому вот то что увидите то увидите цены и характеристики вы тоже видите в общем то вот такой вот автотранспорт здесь представлен машин действительно много машины интересны и на одном из проектов и я показывал там те машинки какие там есть и там большинство машин было для аукциона здесь же все те машины которые я показывал на том проекте представлены в свободной продаже здесь и кстати он нету транспорта по випке здесь все машины представлены и вот как они есть то есть никаких випок вам не надо вот такие вот машинки здесь продаются спокойно вот такая машина на прошлом проекте который я показывал да была продана всего там двум по моему человеком с аукциона здесь же эти машины пожалуйста может приобрести любой они доступны вот эти вот хорнеты я показывал в одном из своих обзоров аукционные машины здесь они вот свободной продажи и без всяческой випки поэтому вот транспорта много транспорт интересный и вот такой вот хорнет я и сам хотел бы прикупить и на нем покататься потому что когда я делал обзор на тот предыдущий проект мне машинка очень понравилась и внутри и положение самого водителя он очень сидит так вальяжно в общем такой вот хорнет я бы хотел конечно же прикупить и на нем покататься вот такой вот магазин вот такой вот транспорт следующему у меня лежит магазин авиационной техники но тут есть небольшой нюанс то есть то что мы сейчас видим вот эти вот вертолеты которые здесь представлены это не окончательный список он будет дополняться и будет корректироваться это я узнал из так сказать уст самого разработчика так как проект все-таки носит более российский характер поэтому сюда будет добавлено больше российской техники авиационной поэтому вот этот список то что мы сейчас видим он еще как бы не полный и еще не скоординированный его и будут корректировать то в ту или другую сторону скорее всего иномарок немножко поубирают отечественного транспорта чуть-чуть добавит поэтому будут наши образцы авиационной техники ну а пока здесь есть вот такие вот и из отечественных здесь по моему представлены всего два поэтому вот такой вот список вертолетов на данный момент ну как я и сказал автор хочет его немножко подкорректировать и в сторону все-таки с ударением на отечественные авиационный транспорт ну и вот тот самый магазин про который я говорил здоровое питание в общем-то ничего особенного здесь просто продаются продукты мне просто понравилось само здание и то что здесь на русском языке написано здоровое питание выглядит это вот так вот и в общем-то ничего особенного нету просто очень красиво и антуражно выполнено зато по соседству расположен еще один магазин и транспорта но здесь уже представлен внедорожный транспорт вообще аэропорт вы на этом проекте является таким неким детройтом потому что автомобильных магазинов и вообще магазинов техники здесь ну как минимум три штуки ну а техника вот вы сейчас видите к сожалению уже совсем темнеет и вот это вот дурацкой системам прокрутки она как я уже сказал зависит от времени суток но сидеть и ждать когда посветлеет времени особо нету но я думаю что вы рассмотрите тот самый транспорт который здесь представлен как видите машин действительно много как я и сказал в самом начале на проекте очень много машин и они вот все по категориям это мы еще в дальнейшем еще посмотрим потому что есть еще и еще магазины которые можно заехать и в которых можно что-то интересное себе посмотреть вообще машины представлены на любой вкус для меня как для любителя отечественного транспорта представленного именно вот в игре арма 3 для меня здесь ну просто клондайк я увидел здесь огромное количество тех машин которые в обычных на обычных проектах вот например вот такие вот уазики они обычно и либо для випа либо они по аукционам здесь же все это можно купить все это можно пощупать потрогать вот такой вот модель оранжевого уазика я тоже показывал это же человек там администратор говорил что он этой машины будет продавать на аукционах здесь же пожалуйста я зайду и обязательно потрогаю пощупаю их потому что на том обзоре они мне понравились и хочется на них немножко погонять поэтому сюда обязательно зайду еще и наверное что-то себе прикуплю потому что еще к тому же надо сказать что цены это достаточно приемлемые цены не загнуты и с этой экономикой которая здесь в общем-то можно себе позволить какой-то транспорт который вам понравился купить достаточно быстро да есть и дорогие модели и если ну какие-то представлены модели на которые все-таки придется потратить какое-то время чтобы купить но в основном то я находясь здесь вот какое-то время уже приобрел себе три машины и из которых две мне очень и очень понравились это и запорожец и семерочка ну и на этом наверное эту серию будем заканчивать как видите мне еще надо проехаться ну как минимум пол карты потому что работу то я взял ее надо доделать но и заодно еще посмотрим какие-то достопримечательности но уже в другой серии на этом я буду заканчивать спасибо всем кто посмотрел увидимся в следующей серии и всего вам доброго доброго